Приветствую вас. Единственное, что мне кажется следует считать, это то, что вы достаточно мнительный и неуверенный в себе человек, у которого есть некоторая тревожность, у которого есть некоторый перебор интеллектуальных конструкций в сознании, которые, в общем-то, за которыми сложно принять решение. Вот это то, что можно с уверенностью сказать. В остальном, я думаю, что это вполне обычная ситуация. В остальном, мне кажется, что ваши отношения с девушкой слишком затянут ее. Мне кажется, что девушка, если когда-то вас и ждала, то она ждать явно устала. Вот. И, как бы, особо ничего от вас не ждет. Вот то, что я могу сказать. По поводу вас я могу сказать, что вы, кто же слишком отдельно рассматриваете вопрос, связанный с второй половинкой, мне кажется, что здесь присутствует романтизация, романтизация, излишняя романтизация второй половинки. Не надо, пожалуйста, путать романтизацию второй половинки с обесцениванием. Это немножко разные вещи. Значит, вот, я обесценить значение второй половинки не хочу никак, но называть человека второй половинкой меня язык, честно говоря, не оборачивает. Потому что мне, лично мне кажется, что никаких вообще старых половинок не бывает. Мне кажется, что люди просто общаются и это абсолютно нормально на самом деле, что могут остаться, отношения могут закончиться. Я не думаю, что можно говорить об отношениях навсегда на своей жизни. Это, мне кажется, больше уже догма. И вот, у вас удивительным образом существует высокий интеллект, я полагаю, свой интеллект, аналитический ум. Вот, и, к сожалению, догма. 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 Догма нам, потому что высокая интеллект, очень сильно мешает, потому что это, ну, это, я бы сказал, не та немножко позиция, которая позволяет вам, ну, быть, как вот, быть собой, да, быть естественным. Вот. Но больше всего это, мне кажется, это делает вас более вожатым, мне кажется, это делает вас более неуверенным, вот, более напряженным. Вот. И, таким образом, я бы сказал, ну, вероятно, менее привлекательным, вот, для партнера. Это то, что я могу вам сказать сейчас, с точки зрения психологии. Отвечая вам на вопросы, которые задают в конце. Светлый считает, что она просто не видит никакого будущего со мной. Не стоит, потому что, наоборот, мы ответили только я, только она, никто больше. Мы совершенно точно на этот вопрос ответить не можем, потому что, повторюсь, ответ на него знает только она. То, что вы думаете, что мы на основе этой информации, скажем вам, то, что она может думать и не хотеть. Нет, это вообще нарушение профессиональной этики. К сожалению. Поэтому извините, но это не совсем туда. Дальше. Так, если готовы оборвать контакты, когда он едет, так я далеко живу или пока не признаваться в своих чувствах, она может даже не подозревать о них. Я думаю, что она может не подозревать о них, но и на том, чтобы признаваться в своих чувствах, я бы не делал сейчас акцент, потому что вы можете, как мне кажется, признавшись в своих чувствах, достаточно больно сделать себе в первую очередь. Девушки-то, ладно, вот себе вы можете, мне кажется, очень можете сделать себе в полном. Особенно, если девушка не ответит вам взаимно, что если она вас оттолкнет или если вообще сказать, что уже в отношениях с другим, с кем-то. Вот, поэтому вам дробиться, мне кажется, не стоит признавать в своих чувствах до тех пор, до тех пор, пока вы сами для себя не решите, что именно вы чувствуете и какая часть того, что вы чувствуете, относится непосредственно к девушке. Для чего нужно, наверное, последовать ваши отношениям. Потому что вот это ваше описание, где вы говорите, что у нас доверительные отношения, мы друг друга поддерживаем и так далее. Ваше описание в то, чтобы я вам не верил. Я вам верю. Просто немножечко это так не работает. Я бы сказал, что вы можете говорить только за себя. Вы не можете говорить за, ну, за других. Вы не можете говорить за, например, вы не можете говорить, например, за девушку. Это невозможно. Вы можете говорить только за себя. Таким образом. Понимаете? Какая штука. Какой момент. Вот. Так что я бы сказал, что здесь больше непонятно, что представляют за себя ваши отношения, чем понятно. Хотя вы можете, ну, вы сами можете считать по-другому. Вы сами можете думать иначе. Я не буду, я не буду с вами спорить, я не буду говорить, что вы можете быть, ну, неправы. Потому что я понимаю, что у вас может быть своя позиция, ну, ну, своя позиция, если по этому вопросу. Вот. Вот. Это, собственно, то, что я могу вам сказать. Дальше. Так. Так. Поэтому не строить общего будущего. Вы понимаете, какая штука? Никакого общего будущего нет. Ну, по крайней мере, в моей парадигме, как я это вижу, никакого общего будущего нет и быть вообще, так говоря, не может. Довольно простой ответ. Потому что какой-то человек свой будет. И мне кажется, что ваша проблема, одна из основных заключается в том, что вы, кто вот все пытаетесь с другим человеком, да я не знаю, слиться с лицами. Как будто бы. Как будто бы. Так вы хотите, к слиянию. Вот. А другой человек может быть к слиянию не готов. Может быть он не хочет быть с вами в такой зависимости, несамостоятельности. Вот. Вот. Ну, ваша задача, как мне кажется, заключается в том, чтобы немножко поработать над своей самостоятельностью. Вот. Если вы, если вы, ну, немножко, ну, немножко предуквали, может быть, ваша, ваша ответ, да? Я скажу, что если вы скажете, что вы хотите сказать, что со мной все нормально, я самостоятельный, вообще никаких у меня проблем нет, верю. Но по тексту получается совсем другая история. Хочется вам этого или нет? К сожалению, к сожалению. Вот. Поэтому я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Я не знаю, не могу знать, как обстоят дела. Вот. Ну, понятно, что хотел бы в этом разобраться. Так я бы хотел этот момент ППП исследовать. Ну, не знаю, хотели бы, хотели ли вы это делать, я бы хотел. Вот. Так что решать, конечно, вам. Вот. Ну, как действовать и действовать ли, вот. Решать вам. Вот. Я думаю, что стоит следу. И так далее. Ну, это, повторюсь. Зависит от вас. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать. Я бы еще высказал предположение, что девушка может вас провоцировать. Я бы высказал предположение. Я бы высказал такое предположение, что девушка может пытаться выбить вас из зоны комфорта. Чтобы вы. Чтобы вы. Чтобы вы. Ааа. Ну. Что ты делал? Потому что если я прав и вы. Довольно нерешительный человек. 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 То. Я не очень понимаю, почему вы не можете поехать с ней в Россию, я не очень понимаю, почему вы первым не можете поехать в Россию с Виталом, вот, и, как бы, ну, опять же, это, понятное дело, уже выход за рамки особо. Вопрос, ну, мне кажется, что девушки чувствуют, что вы на неё опираетесь, это неплохо, но мне кажется, что нужно чтобы девушка на вас опирается, а вот ощущение, что девушка на вас опирается, у меня, по крайней мере, вот. Вот, у меня есть ощущение, что вы хотите семью, вы хотите её серьёзных отношений, но что для вас такое серьёзное отношение, что вы хотите, ребята, для себя, вот в чём вопрос. Поэтому на этот момент, на эту тему нужно обязательно отдельно поработать, чтобы лучше себя в этом вопросе понимать. Так, вы пишите, некоторое время мы не общались по причине ссор. Смотрите, я, как бы я вам так сказать, я не сторонник того, что ссоры могут сами по себе исчезать. Я вот не сторонник таких моментов, вот, я думаю, что ссоры, если они, ну, как бы, возникают, вот, ссоры, если они возникают, то они имеют основания, вот. И основания, как правило, довольно серьёзные. Поэтому я бы рекомендовал вам, эээ, ну, не отбрасывать этот момент, вот, связанный с, ну, со ссором. Я бы рекомендовал вам, эээ, не отбалкивать этот момент, этот момент, вот. А больше, как раз таки, обратить на него, внимание, вот. Почему это важно? Опять же. Это важно по той, по той причине, вот, что ссоры могут проявиться в будущем. У вас в отношении. Если, эээ, вы не разобрали их, вот. То есть, если вы, ну, не следовали их тогда и так далее, не, как-то вот, ну, не, не позволили, эээ, прожить себе, себе, вот. Ээээ, эти ээээ, моменты. Вот. Ээээ, ссора, обязательно, особо, причина, по которой вы, эээ, ссорились, обязательно, эээ, берутся себе вновь. Вот. Ну, если вам этого не хочется, то, необходимо, просто, чтобы вы, ээээ, с этим разобрали. Вот. Ходим просто, чтобы вы это поиследовали. Вот. И, ээээ, будет обидно. Будет очень обидно, если вы, ээээ, отношения построите, а, ээээ, опять поссоритесь. Ну, например. Вы тоже обидно. Но, такого я рекомендую вам не доводить. Вот. Это то, на что хотел бы обратить ваше, ваше внимание. Ну, пожалуй, пожалуй, на этом всё. Вот. Добавить мне, в принципе, больше нечего. Я бы поработал над теми, ээээ, моментами, над теми аспектами, которые, собственно говоря, я вручу. Я имею в виду, вот, ээээ, аспекты нерешительности и, ээээ, вашей потребностью в слиянии с, ээээ, ну, с другим человеком, с другим партнёром. Вот. И, соответственно, ваша незащищённость такая. Вот. Я бы на это обратил внимание. Ну, и вам, конечно, решать, будете ли вы смотреть в эту сторону или нет. Это решать исключительно, исключительно вам. Вот. Ээээ, ну, я, ээээ, хотел бы закончить. Вот. Я желаю вам, ээээ, всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что мой ответ, а, сформулирует у вас, ээээ, обратную связь, ээээ, вот, которая и послужит началом для психотерапии, которые, ээээээ, в свою очередь, позволит вам ээээ, получить более, полное, эээээээ, представления о себе. Вот. Это, то, что я хочу вам сказать. Ещё раз всего самого доброго и лучше не оттягивайте и не затягивайте начало работы над собой.